Ну ладно, давайте тогда мы с вами уже начнем сегодняшнюю тему урока, сегодняшнюю нашу тему, что мы будем снимать первое видео, у кого первое, у кого не первое. Ну давайте я сейчас опять включу презентацию. Всем видно презентацию, всем видно меня. Замечательно, начинаем. Сегодня мы будем снимать первое видео. Для того, чтобы снять видео, мы должны найти звук, который хотим использовать. Это можно делать двумя путями. Первый путь – найти видео, в котором вам нравятся звуки, использовать его, нажав на диск в правом нижнем углу. То есть правый нижний угол – это у нас здесь, вот, правый нижний угол. Там нажать на «Применить музыку». И после этого у вас откроется камера, о которой мы поговорим немножко попозже. Так, у кого есть вопросы, ну я думаю, тут вопросов ни у кого нет, но все же у кого они есть. Покажи на своем лайке, где он. Я сейчас вам наглядно покажу, смотрите. То есть мы включаем, ой, то есть мы включаем, вот, видно всем нормальный экран? Да. То есть мы включаем, то есть мы включаем любое видео, и нажимаем вот сюда, вот сюда нажимаем, и здесь «Применить музыку». Понятно? Да. Все. И объясняй, что это даст. Там мы сможем снять видео именно под этот звук. То есть там мы будем снимать, и там будет играть эта музыка, которую мы выбрали. Дальше. И второй способ, мы должны открыть камеру, и там нажать на значок нотки сверху. То есть там вот сверху нотка, и там у вас откроется галерея с музыкой, которую тоже можно использовать. Здесь у вас может быть, тут у меня есть скриншот, который я нашла, но здесь может быть немножко по-другому, потому что это именно украинская галерея, а тут может быть у нас немножко по-другому. Вот смотрите, я открыла камеру, и здесь всем видно экран нормально. И здесь сверху мы видим «Выбрать музыку». И здесь у нас галерея с песнями, и тут можно добавлять звуки выбранные, они будут здесь. Здесь недавние звуки, и здесь категории. Ну, в общем, понятно. Да? Да. Все. А если свой звук хочешь? Да, понятно. Да. А если хочешь свой звук, то опять же нажимаем на камеру. Нажимаем опять на камеру, и выбираем… Снимаем звук. Нет. Нет. И смотрите, и здесь есть музыка с телефона. И тут, вот здесь, вот, вот там, есть музыка с телефона. И там, и там, да, и там можно использовать музыку вот здесь, именно с телефона, который у вас на телефоне. А если самому записать? Вот она, и говори. А если записать свой звук? А можно просто вот так снимать без звука? Да. То есть, например, я вот сейчас снимаю. Всем привет. И смотрите, что будет. А сейчас чемпионка пустит. Ой, 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 Яня. Привет. 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 То есть, мы сняли видео. Понятно? И под этот звук можно делать? Да. И под этот звук, и под этот звук могут снимать много людей. Дальше продолжаем. Камера. Теперь мы будем разбираться в камере. Теперь, как на нее снимать? В правом нижнем углу, вот здесь, есть кнопка загрузить. Если вы на нее нажмете, то сможете опубликовать видео из вашей галереи. То есть, что у вас снято на обычную камеру. Дальше в серединке есть кнопка записи. Ее можно удерживать или нажать один раз. Дальше в левом нижнем углу, вот здесь у нас есть разные маски. Понятно всем? Что сейчас? Покажу. То есть, вот здесь у нас находятся с вами маски. Стикеры, то есть. Ну, это маски. А здесь загрузить. Потому что у нас откроется галерея. Наша фотопленка. Здесь есть видео и фото. И тут можно выбрать и опубликовать это. Все дело. Думал, понятно всем. Всем понятно? Да. Все, продолжаем. Продолжаем. Теперь есть значки в правом верхнем углу, в котором нам нужно разобраться. С помощью кнопки поворота можно перевернуть камеру со фронтальной на заднюю. С помощью кнопки время можно поставить таймер или обрезать звук. Можно поставить таймер, когда вы нажмете на кнопку один раз, то у вас будет таймер 3, 2, 1 или 5, 4, 3, 2, 1 или 10, 9, 8, 9 и так далее. Ну, понятно. Да. И можно обрезать звук, то есть до какого момента вы будете снимать, а потом продолжать снимать. То есть, например, если вы снимаете, что вы пробегаете, то можно сделать, что он в определенный момент остановится звук или видео. И так удобнее будет. Даже с помощью кнопки скорость можно создать скорость, в которой будет играться звук. То есть, например, 2x медленнее в два раза. Там вместо тарарарам будет тарарарарарам. Также можно ускорить. Продолжаем вместо тарарарарам будет тарарарарарам. Понятно. С помощью кнопки бьюти можно немножко себя украсить. Но, к сожалению, украсить можно было раньше. Сейчас все бьюти-фильтры из лайка убрали. Почему не понятно. Там тени, ресницы, все это убрали. Непонятно почему. И это странно. Дальше, с помощью кнопки фильтр можно выбрать фильтр для видео. Ну, понятно. Я сейчас вам наглядно это покажу. Покажу. Вы же с прошлого урока помните, что запись находится вот здесь, да? Да. И здесь, смотрите, здесь у меня уже скорость включена, но скорость можно включить здесь. То есть вот так. Вот так. Вот так здесь. Здесь у нас находится поворот. Я могу перевернуть камеру. Ты перегораживаешь пальцами. Ты перегораживаешь пальцами. Пальцами перегораживаешь, тебе не все видно. Ага. Здесь время. Ну, мы об этом уже говорили. Зачем время. Здесь скорость, размер. Тут, кстати, я про размер не написала. Здесь можно размер видео изменить. То есть можно снимать видео в формате инстаграма. И можно снимать видео в формате инстаграма. Зачем это нужно? Я не знаю, зачем это нужно. Сразу экспортить в инстаграм. Можно там, например, снять, сохранить и в инстаграм выложить. Может быть. Но я сама этим никогда не пользуюсь. Дальше бьюти. Я говорил, что там убрали все эти бьюти штуки. И фильтр. Тут фильтры сами. Думаю, всем понятно, да? А еще фишечка. А еще фишечка, что можно вот так руками сделать. И камера будет увеличиваться. Дальше продолжаем. Опубликовываем видео. После того, как мы сняли с разными масками, с разными штучками, фигучками, мы должны его опубликовать. Для этого мы должны нажать галочку в левом нижнем углу, вот тут. Там вы сможете посмотреть получившееся видео, наложить текст, заполнительные эффекты, музыку, если ее у вас нет на видео, или его смонтировать. То есть я сейчас вам покажу. Я сейчас сразу быстренько сниму. Там, например, всем привет. Всем привет! Смотрите, вот я сняла. У меня сразу стоп-кадр vision. То есть кадр, на котором я остановилась. Теперь мы нажимаем на галочку вот здесь. Всем привет! И здесь у нас есть разные кнопки. У нас есть кнопка выбрать музыку, поскольку музыки у меня на этом видео нет, как вы понимаете. Здесь есть такая маленькая галерея, ну то есть маленькая такая галерея, где можно нажать больше, откроется как и тогда. Дальше здесь есть улучшить. Улучшить это лайк, сам выбирать фильтр под твое видео. Эта фильтр появилась недавно, а презентация делала давно, и поэтому я про нее не написала. Но здесь можно на нее нажать. Выключите звук, пожалуйста, нам это мешает. У кого шуршит, пожалуйста, выключите звук. Здесь есть кнопочка улучшить, и когда мы на нее нажимаем, то лайк сам подбирает фильтр, подходящий для этого видео. Дальше здесь есть кнопка фильтр, сам текст и обложка. Обложка тоже я про обложку здесь не написала, но здесь есть обложка. И здесь можно выбрать стиль текста и саму обложку. Это понятно все. Дальше здесь внизу у нас есть всякие кнопки. Здесь можно обрезать видео. Всем привет! Всем привет! Всем привет! То есть сократить его, или сократить его можно. То есть по началу или по концу, да? Да, по началу и по концу. Дальше здесь есть плотность. Можно вот так его уменьшить и выбрать какой-нибудь задний фон. Например, вот так сделать. Если вы так захотите. Так что здесь все понятно. Время. тут можно, в общем, ускорить видео, или его наоборот немножко замедлить. Тут есть светофильтры. Тут всякие эффекты и дополнительные эффекты. Тут тоже эффекты. В общем, можете посмотреть. Дальше. Дальше у нас презентация закончилась, но я вам еще объясню. Смотрите. Я сейчас его выключу, потому что она у меня закончилась. Вот. Здесь есть кнопка Далее. Если мы нажмем на эту кнопку, то тогда здесь можно добавить описание и настройки к этому видео. То есть можно нажать кнопочку, что оно сохранится, когда вы его опубликуете. Еще раз. И здесь есть всякие разрешения, и кто может видеть. В общем, и сама опубликовать и черновики. И что из черновиков можно опубликовать потом. А я у вас не зависла случайно? Вы меня слышите? Да. А я не зависла? Хорошо. А я не зависла? Нет, не зависла? Про описание про хэштеги скажи. Просто у меня зависла. То есть у меня моя картинка зависла. Всем привет. Всем привет. Ой. Здесь также можно добавить хэштеги, про которые мы говорили на прошлом уроке. Да, тут можно добавить хэштеги. Если вы добавите хорошие хэштеги, то ваше видео будет отображаться в поиске. И его видит много людей. Объясни. Ну думаю на этом все. Все. Нет, у кого все. 15 минут прошло. Объясняй, что такое хэштеги? Как правильно их писать? Что в них писать? Ну хэштеги это хэштеги. Ну объясняй. Ну хэштеги это хэштеги. Их нужно писать, чтобы видео отобразилось в поиске. А также есть хэштег Weekly Highlights. И автор этого хэштега, ну то есть сам аккаунт Weekly Highlights, он каждую неделю выбирает 10 лучших видео и закидывает их к себе на аккаунт и отмечает авторов. То есть это очень круто. И когда ты ставишь этот хэштег, у тебя видео набрало много лайков, много просмотров и оно очень хорошее и прикольное, то тогда оно попадет в Weekly Highlights в свой аккаунт. И что это даст? Это даст много активов, потому что люди уникли Highlights много подписчиков и поэтому много человек придет на твой аккаунт и много человек посмотрит твои видео и много человек пролайкает. А мне и сядь. Красиво сядь. В общем вот так вот. Спрашивай теперь у меня, кто что делает? Кто что делает? И мы опять же вернемся к проверке домашнего задания, потому что к нам пришла Маша, с которой мы виделись на прошлом уроке. И Маша даже меня пролайкала и мы на друг друга подписались. Понимаешь, Маш? Да. гостей я хочу. Я тоже хочу. Я сейчас в чат вам напишу мой ник и вы можете сразу следить за чатом сейчас я напишу вот я написала свой ник в чате Смотрите, подписывайтесь Я тоже Да, я тоже на вас подписываюсь То есть у тебя подписчики Подписки закончились? Как это место нет? Ну, вот у меня Показывай Я не вижу 7500 подписок Да Сейчас кому-то удалю, чтобы место было Чтобы подгощать Да, я тоже на вас взаимно Подписываюсь Кто-то может, кидайте мне тоже свои ники в чате Я их тебе сохраню сейчас в заметках Кто-то мне кинет И я на вас подпишусь тоже взаимно Будем делиться там видео Да Давай-давай-давай Не забирайтесь снимать Посмотри, это твой аккаунт? Покажи Да-да-да-да-да Это мой аккаунт Да-да Все, я подписалась Спасибо А как твой... Ты увидишь сейчас А как твой... Елизавета 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 Просто Елизавета 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 Сейчас покажу Короче Вот это твой аккаунт А-а-а Все Да, мой Хорошо Я на тебя Взаимно подписываюсь Покажи Почему люди лучше? Почему люди лучше? Что интересно? Не только трогай Сейчас Они всем идут А-а-а Апплмарина Апплмарина Ниже Я сейчас Прямо сейчас Ещё Апплмарину Если что я Марина А не Юля Вы что Так зовут Мою тюрьму Я вам про видео расскажу Что видео должно быть интересное Удюка тренды Сейчас Я всех поюзаю Хорошо Ты слушай меня Просто я тебе говорю А ты потом дальше расскажешь Ладно? Что уходи Что уходи Что уходи Что уходи Вот это аккаунт Слышишь? Да, это моя Отлично Я подписываюсь Я подписываюсь Слышишь Да Ну я думаю Все на всех подписались Кто хотел Спрашивать Также сейчас Мы с вами Немножко Подговорим О том Какие видео Стоит снимать И главное Чтобы у вас Всегда были идеи И говорю Ещё Про Частность Частость Видео У вас должны Появляться С определённой Частотой Частотой Ой Частотой То есть Если вы снимаете Два видео в день То каждый день Выкладывают два видео Если вы снимаете Одно видео в день То каждый день Выкладывают одно видео И, конечно, желательно придерживаться этого графика. У меня, значит, да, получается, придерживаются того, что, например, я там сделаю уроки, например, там отдыхаю, и там смотрю YouTube, в общем, занимаюсь своими делами, а потом к вечеру вспоминаю о том, что я совсем забыла видео лайк выложить. А уж если я его сейчас выложу, то его никто не лайкнет. И сразу говорю, что вечером, если вы выкладываете видео, то их мало кто лайкнет. Потому что, ну, не знаю почему. Вот я однажды выкладывала видео в 7 вечера, и на нем один лайк только был. Ну, правда, оно было на рассмотрении, но, скорее всего, это и из-за вечера тоже. Про черновики, поэтому куда-нибудь... То есть, ну, для этого можно... Да, Марина, что? Сейчас, подожди. Сложишь ли ты меня подписаться? А то я на ноутбуке, я там не могу написать. Я там не знаю как. У меня нет ноутбука, я сейчас за маминым ноутбуком. Я не знаю, как там все. Я вот покажу. А, Мэри Кэнди, я сейчас тебя ищу. Так. Я так буду держать, чтобы ты... Да я... Да не надо держать, я все уже запомнила. Мэри Кэнди. А я не могу что-то тебя найти. Подожди, я сейчас еще немножко поищу. Где ты смотришься с шоколадками? Я бы про то, что когда как раз забываешь снимать контент, лучше из черновиков тогда выкладывать что-то. Понимаешь? Вот про это скажи. Когда есть возможность, что-то снимаешь, не обязательно приковать. Слышишь меня? Угу. Прости, но я не могу тебя, это... Ты не через си. Не могу, я знаю. Я вот так вот набрала, и я не... Ой, я не могу тебя найти. Подпишись на меня, а я потом из своих подписчиков на тебя взаимно подпишусь. А, подписалась уже? Я сейчас тогда из подписчиков подпишусь на тебя взаимно. Ай, а. А, 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 вижу все. Вот ты, Мэри Кэнди, я вижу вот. Ты? Я сейчас от тебя выписываю взаимно. Все? Все? Да, и продолжаем тему про черновики. Когда у вас есть свободное время, но вы уже выложили достаточно видео, и хотите снять, то снимайте, и потом кладите это в черновики. И потом, в день, когда вы просто... у вас нету сил, или, например, вы... у вас просто... у вас нет настроения, у вас плохое настроение, то тогда вы выкладываете видео из черновиков, и... и так удобно. Вы сняли это вчера или позавчера, а выложили сегодня, потому что сегодня вы не хотите ничего нового снимать, а то, что уже снято, выкладываете. Ну, сразу говорю, что черновики занимают много места. Поэтому, если вы будете удивляться, что лайк много весит у вас, то это из-за черновиков. Потому что у меня раньше было много черновиков, то есть в черновиках у меня было по 10, по 11 видео, и у меня из-за этого лайк занимал куча места. Поэтому имейте в виду это. Про интересную тему еще расскажи, что там, там что-то игра выйдет. И про интересные темы. Больше всего набирают лайков, но я так считаю, что те видео, в которых автор много вкладывается. А также я хочу с вами поделиться историей. Недавно, примерно неделю назад, я, кстати, даже на следующий день после нашего предыдущего урока, я на следующий день сняла видео под звук. И я сняла под этот звук третий. То есть там Настя Искра, ну, знаете Настю Искру? Майкер. Да. Да. Я не знаю. Ну, многие, некоторые знают, некоторые нет, короче, я знаю, я увидела у нее новые, новые видео, ну, примерно там, новые, мы, 10-минутной давности. И я смотрю, что под этот звук сняли только два человека, а она еще один человек. И я сняла тоже под этот звук. И я набрала кучу лайков, я собрала целых 29 лайков. А потому что, а потому что я сняла под этот звук третий. И у меня просто третья стала в этом звуке. И поэтому многие мои видео увидели, и многие его лайкали и прокомментировали. У меня там сейчас 29 лайков и 4 комментария. А еще интересные вещи снимать. Звуки интересные свои находятся. Да, находите разные интересные звуки, если, например, вы знаете... Не звуки, видео. Звуки. Видео. Если вы знаете, например, какую-то фразу из мультика, то находите ее в интернете, скачивайте. И как я сегодня показывала, как загружать свой звук, то загружайте свой звук, снимайте. Это тоже даст активность, можно так сказать. Многие захотят снять под этот звук. И, кстати, у меня тоже была такая ситуация, что девочка тоже из Тайвана, Елизабет. Елизабет или как его? Девочка. В общем, она сняла под мой звук. А я сняла гимнастический челлендж. Покажи, если я умею сделать там то-то-то-то, но я уже точно не помню. И под этот звук сняла девочка тоже. Вот так вот. Еще я снимаю с Томо. Ну, то есть, с Томо вот так. Вот я медленно сывки. Но не обязательно вот так. Он же там прокручивается и всякое такое. Да, вот так как-то. Потом монтирую, и я это снимаю на каждую десятку подписчиков. То есть, последний раз, я об этом уже рассказывал на прошлом уроке, я снимаю на 160, на 170, на 180, ну, вот так вот. Тоже своя идея, залог успеха. И первые видео можно снять под чьей-то звук, а можно просто снять со своим звуком. То есть, например, всем привет, мой аккаунт будет о том-то-о-том, для меня зовут так-то-так-то, я живу там где-то, где-то, но это не обязательно. И это, например, рассказать немножко о себе в первом видео, которое вы собираетесь снимать, и потом выговорить. А если под твой звук снимают, там рейтинг поднимается? Нет. Нет? Нет, что-то так. А, кстати, хочу вам рассказать еще про рейтинг. Мы эту тему еще заделим в будущем. Но я сразу хочу сказать про рейтинг. Когда вы набираете определенное количество лайков, это в каждой стороне по-разному, то вы попадаете в рейтинг. Например, у меня было такое видео, что мое видео лайкнула Аленка Старби. Кто знает о Аленке Старби? Я знаю. Все знают. Представляете, меня один раз лайкнула Аленка Старби, и на это видео 200 лайков собралось. В общем, рейтинг, это когда ты набираешь определенное количество лайков, это в каждой стороне по-разному, и ты попадаешь в рейтинг. Например, 140-ое место по Таиланду, допустим. Ну, я попала на 140-ое место по Таиланду, и это был мой рекорд. Это, как раз, и это из-за того, что на видео, где лайкнула Аленка Старби, из-за этого у меня много лайков за день собиралось, я попала на 140-ое место по Таиланду. И чем, мне кажется, тем меньше популярнее страна, то есть чем меньше людей зарегистрировано в этой стране, тем меньше лайков нужно, чтобы добраться до рейтинга. Например, поскольку в Таиланде мало человек зарегистрировано, то поэтому мне легко было добраться до рейтинга. Но в России, например, нелегко, потому что в России много людей, и там до 140-ого места много лайков нужно набрать. То есть... Ну, что же с этим справедливым? Ну, вообще, по миру, по миру я не представляю, как люди попадают по миру. То есть Милана Некрасова, Настя Кош, они на первых, на вторых местах по миру я не представляю даже, как это... Да, и еще я сейчас вам расскажу про корону. Опять же, мы эту тему заделим в будущем. Так вот, корона это, когда вы, допустим, вы набрали определенное количество подписчиков, оно в общем, лайки одинаково, вы набрали определенное количество подписчиков, 100 тысяч, первый рубеж, по-моему. Но есть и люди, у которых 4-5 тысячи, у них уже корона. Но, мне кажется, это исключение. Но, когда вы набрали 100 тысяч подписчиков, то тогда вам дается либо серебряная, либо бриллиантовая корона. Когда вы набрали 100 тысяч подписчиков, что такое корона? Корона это верификация, верификация лайкеров. Когда вы набрали 100 тысяч, с вами администрация лайки связывается, вы там что-то обсуждаете, это нужно делать ваши родители, опять же, опять же, опять же. А там с вами что-то обсуждают, и я знаю точно, точно знаю то, что вы должны ответить в течение трех дней. Это я знаю точно, но, правда, это не совсем важная информация. Так вот, в общем, в общем, с вами связывается администрация лайк, когда вы набрали 100 тысяч подписчиков, вам открывают трансляцию, вам могут дарить подарки, после этого подарки это алмазы, алмазы это деньги. Вы можете потом вести трансляцию, это я уже сказала, и вам дадут корону, либо серебряную, либо вливентом, у кого как. Что такое трансляция? Трансляция, это все знают, это от слова трансляция уже понятно, что такое трансляция. Вы знаете, что такое трансляция? Ну, там я сейчас посмотрю, сколько у нас времени ушло. А домашнее задание будет? А домашнее задание будет. Домашнее задание ваше, ваше, ваше домашнее задание. Да, Марина правильно показывает, да. Домашнее задание. Снять видео в лайк. У кого первое, у кого не первое, без разницы, снять видео в лайк. На следующем занятии я все буду проверять, как и на этом занятии. Да. Давайте мы еще с вами чуть-чуть поболтаем. Матилы минут пять, но если у нас хватит, еще нам большее время просто. Просто мы как-то очень быстро справляемся. У нас следующее занятие акварили с Ариной только через 25 минут. То есть, а мы должны, в принципе, час заниматься, но у нас немного меньше времени уходит. Да. А мы так у Маши не проверили домашнее задание, но мне кажется, Маше, как бы, мне кажется, Маше нет смысла домашнее задание выполнять, да? Я же задавала там зарегистрироваться, как бы, и как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, спрашивать и вопросик, кому, чему, кого, чего непонятно. Можете у меня спросить темы до первого видео, если хотите. Ну, а какая тема? Ну, если у тебя первое видео, то я советую тебе снять о себе. Представляете. Снять привет. Меня зовут там как-то, как-то в данном случае Марина. там я буду снимать о том-то, о том-то. И рассказать интересное, что там у тебя проходило, зачем ты завела вкладку, ну, вообще, что-то такое. Зрителям это приятно, потому что сразу с первого видео они будут знать о себе. То есть, они будут знать о себе. Кто подписался? Кто? Ну, хотя, это неинтересно. О, вы на занятия на друг друга подписываете? Молодцы, молодцы, что вы на друг друга подписываетесь? Ну, задавайте вопросы, кому-чего не понятно. Опять же. Ну, если у кого-то уже был давно лайк, то рассказывайте, где у вас были успехи и достижения в лайке. и тишина. Ну, я думаю, у нас тут нечего засиживаться. Ну, а что, о чем еще? Про хэштеги еще расскажи, какие самые популярные хэштеги? Какие хэштеги самые популярные? А на русском языке какие самые популярные хэштеги? Я не знаю. Еще, популярный хэштег это когда, там, спорт, например, вот я ставлю такие хэштеги, я попадала в самые недавние, то есть, там есть популярные недавние, и я попадала в недавние, на самом верху. Так часто бывает, когда это... подписчиков накручивают мало кто а это вообще возможно расскажи вряд ли в общем так еще у некоторых лайкеров популярны это было раньше сейчас нет такого и там в общем игра на актив то есть когда вы лайкнуть лайкните все лайкнуты этой игры это хорошо потому что как бы это хорошо потому что вас опять же прибавить подписчики и лайк ты так играла ты так играла ты играешь ну я однажды я однажды лайкнула все лайкнуты подписывался на все подписки у милана стар так вот я у нее на лайки лайк и в ее в игре лайкала все лайкнуты и подписки у меня реально прибавились подписчики и на время я не попадала у меня все равно там было здесь подписчиков сразу за день 10 подписчиков много лайков поэтому можно считать что можно считать что я туда попала их но хотя не попадала но у меня все равно прибавились подписчики всякие так сейчас нет таких игр сейчас таких игр нет ну по крайней мере аккаунты по моему существуют такие вроде как собралились такие аккаунты с этими сыграми они вроде как это банились сейчас их они перестали банится ну и голубая на узел и возобновляется хотя у нас тихо и вроде всего на нас такой сегодня возобновил игру свою актив дельфину а остальные игры не возобновляются потому что просто просто это уже перестала быть интересным людям потому что важнее качественный контент делать правда скажи об этом почему нет таки раньше просто было популярно просто когда-то были правила кто-то сказали кто-то вроде сказал что такие правила есть хотя их на самом деле и не было и анна романова enter the waiting room да ну попробуй в общем когда-то Настя Кош сказала что есть такие правила но я не уверена что такие правила на самом деле есть в общем она сказала что теперь игры будут банится и теперь никто после этого видео никто не стал в эти игры играть и потом вроде на самом деле таких правил нет но опять же в эти игры никто не играет и никому это уже перестало быть интересным хотя в принципе хотя в принципе это хороший вариант чтобы немножко подобрать себе подписку ну лучше качественные видео но лучше конечно снимать качественные видео в общем я думаю мы на сегодня о всем поговорили о всем что полагалось опять же повторяю домашнее задание снять видео лайк а потом если вы можете если вы не хотите чтобы я проверяла ваши домашние задания на следующем уроке то можете меня отметить и я посмотрю ваши первые видео я посмотрю ваши первые видео и проверю домашние задания и прокомментирую кто хочет замечать и меня я это видео прокомментирую лайк ну ну и давайте всем пока пока спасибо что пришли на этот урок я благодарю вас всех встретимся в следующий четверг в это же время давать кстати что а 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 Редактор субтитров А.Семкин